Зачерпнуло жидкости, зачерпнуло белил, зачерпнуло синил, избавилось от белого полностью. Значит, белый здесь тебя не должен никак интересовать. Он побелеет сверху. То есть теневые, которые там еле видны, они синие. Они отражают небо. Рефлексы неба делают теневую синюю. Белый ляжет сверху на синюю, в том числе и здесь. Единственное, что здесь можешь не перебарщивать с густотой, а просто припорошить красочкой. Ну так, припачкать. Все остальное наполнить плотно, количеством таким, чтобы было что придавливать. Хорошо? Да. Давай. Придавим и напридавленной. Там розовость не выражена. Но там есть некоторое закатное состояние. Ну или вообще, просто тепленькость свету дадим. То есть солнечным этим светиком дадим тепленькость. И потом на это пространство чуть-чуть вот этих вот дракончиков и раздавленность. Где-то подштрихованность. Где-то просто раздавленность вот этих облачков. Плюс какие-то более-менее выраженные облака. Но они, там вот это одинокое облако как медуза плывет, его не надо как медузу. Лучше сделаем табун облаков на дальнем плане. Вот там. И может быть ему вторая линия немножко вторит. То есть там их много, а здесь несколько. Но не в угол и не одиночку. Возьмешь бирюзу с белинцами. И там где у нас моречка. Вот прямо с таким. Смотри как оно сразу. Ультрамарина бирюза очень красивые соседи. Но швыряешь лодочным мазочком вот эту красавочку. Возьмешь опять синюшечку. Выдавишь себе синюшечку там ультрамаринчик. Да вот например. Возьмешь синюшечку. Смотри. И когда вот это вот придавишь мастихину, поищешь идею линии гор. Сначала синюшечкой. Хорошо? А там уже прибавим и остальное. Но прежде чем ты горы порисуешь, сначала ты придавила и сделала облака. Ну чтобы одно другое заслоняло и было очень так. Вот такую же хлятину кинуть, которую мы потом будем оформлять. И идеей пеночки, и идеей поднятой волны. Там ее нет, но любая картиночка с какой-то волной, это уже чуть-чуть симпатично. Будет поднятая волна. По волне тоже немножечко будет пеночка. И это уже будет организованное. Что-нибудь вот такое нибудь. Легкую теплоту. Легкую розовизну. И прямо вот такими мазочками натопчешь. Причем, ты видишь, я не кладу совсем плотно, оставляя как бы рваную теневую. Вот эту идею множества камушков. Вот так прямо зашвыряешь, зашвыряешь, зашвыряешь. Аж по вот тот уровень, который поднимается. Давай. Очень много. Значит, тень в солнечный день синит. Сиреневит. К собственному цвету предмета можно смело подмешивать синьку и сиреневизну. Синьку мы и так делали. А что ты облака не стала делать? Так нам же сначала нужно было дать облака, а потом уже навалить эти горы. Красивенько здесь лепило, но надо немножко другое. Сначала теневые подбросить, а потом световыми накрывать. А теневые штриховательно подбросить. Теневые еще раз напоминаю. Вот причем я много раз напоминаю, люди не помнят. И ты тоже постарайся быть людям, которые запомнил. Теневые недолюбливают густую краску. То есть вот скалки мы, я просто поддержку поставил на воде. Скалки мы сначала наштриховываем темным, а светлый ложится, как он там лежит, вот такими светлотиками, густыми. Свет любит густую краску. И сразу появляется логика письма. Логика письма. Художественность письма. Потому что свет любит густую краску. Там есть еще полутон, который будет густоват. Но гуще его будет свет. Хорошо? Давай так. Их вообще-то сначала нужно было сюда закинуть. Причем можно из-под теневой забрасывать. Это всегда красиво. То есть опять же, если там вот здесь облако, то мы это облако перемещаем ближе к центру. То есть создаем в центре идею композиции. И вот она у нас сразу становится живохудожественной. Вот там художественность относительная, хотя это вполне удачная фотография. А мы сразу задаем художественность. Просто даже из-за композиционных причин. у нас появляется центр. У нас появляется разница в густоте краски между теневой и световой. А это уже проявление культуры письма. Значит, все эти активные кругляшки я взбиваю. Светик довести аж сюда. там вдали можно даже фактуру немножко чвякающе накидать. А здесь еще добросы или нет? Нет, пока хорошо. Вот эту полосочку подбросить прибойную. и как мы с тобой планировали. Идейку поднятой волны. То есть направление краски показывает идею нам выгодно, чтобы линии сходились к горизонту. Эта линия так, соответственно, эта линия поднятая. А эта уже почти параллельно. Но тоже все они хотят сойтись там где-то в точке горизонта. Еще очень вкусно, когда вот среди этого всего появляется тоже освещенный кусок. вот эти вот макушечки светятся, макушечки. Еще прорыв света там красивый может быть. То есть тень упала, а потом берег продолжился. Тень упала. Эту же тень можно еще где-то чуть-чуть подсунуть. Якобы и здесь она надвигается. Несмотря на то, что ее там нет, ну просто для ритма теневого ритма это было бы красиво. То есть мы видим внятность источника света. То есть источник света оттуда рубит и мы видим отброшенную от скал тень. То есть мы показываем, что здесь скалы. То есть мы раздвигаем рамки картины. Мне же плакать хочется в какой игре. Так раз и все делаете. Очень светлые вот эти вещи можно вот так себе позволять решать. Волшебно. Волшебно. Одно движение нестает. Синенький коричневый даст даст такой зеленоватый оттенок и сюда чуть-чуть вот эту темнятину и тоже немножечко ее разбить, чтобы она не была слишком густой. Дальше идет вода. Вода у нас там аж зеленого цвета, причем такого бирюзово-зеленого. Вот мы ее там показали. то есть эта тень упала уже непосредственно от скалы сюда. Ой, до чего обещает быть красивой. тоже вот эти вот чирки чуть-чуть организующие пустоту чирки тоже формируют идейку. Видишь, я их все-таки в лежачку, но лодочную лежачку. каменюкочка. Белизна пеночки. Ты понимаешь? Это всегда сопутствующие. Там оно есть, но очень крохополечное. Взяла преувеличила звучит. Мало того, появляется заслоненность. Это заслонило это. То есть, чем больше заслоненности, тем выгоднее все это звучит. Пару каменюкочек вот здесь. Да, темненькие. Тоже на них чуть-чуть светит. Давай так. Эти рельефики. Пока так. А там посмотрим. Может быть этого хватит. А может мы захотим чуть-чуть добавить. Вот они. Рубленности скальные нету там белого. Белый только на вот этих выступах вот на этих обращенных к свету. Обратите внимание. Только на обращенных к свету. Вот эта козябочность здесь тоже не нужна. Это скала. Скала рубленая. Рубленная. Скальные. Рубленная. Плюс вот эти звуки. Вот они. Вот они. Хорошо? Да. Вот они нарубят, нарубят, нарубят. А вот волна сильно туда вот. Ты вместо вот этого движения должна была сделать вот это. Вот это. Ну вот она волна. А у тебя почему-то просто вот забор. Я нет. Я хотела туда и обратно. Нет. Вот это движение. Вот такое. Но вообще раздавливаем сначала. Создаем идею заворота вот этого штриховательного создаем. То есть не густой краской а раздавливательного потому что густая краска не даст нам моделировать ее. Потом сверху накрываем ее пеночкой которая где-то спустилась. Спустилась пеночка. Где-то только хотела спуститься. прозрачной волны прозрачной Не знаю где она хотела спуститься. Но имею ввиду вот такую примерно идейку. прозрачной поскольку источник света отсюда он не создает идею прозрачной волны он просто освещает пену. Можно чуть темнее сделать вот в этом месте волны как оно обычно и бывает Чуть темнее Самое главное здесь поворот вверх Вот он здесь самое главное Немного пенных проявлений у лежачих Там этого нет Но это классика жанра Пенных проявлений Немного Хорошо? Да Ну и камни ты поняла да? Снизу несколько размазанные характер у этих облаков всегда практически Сверху более выраженные Выраженности сверху не хватает Чисточкой добрать или Нет Вот этим нашим способом чеком То есть грубая среда жесткая облако дымчатое да вот эти вот может быть чуть-чуть даже понимаешь более То есть вот это чередование одного с другим вот этого и вот этого уже само по себе красиво Некрасивая конфигурация сложилась то есть у нас условно два ряда ну и этот как бы плюс можно можно чуть-чуть поспускать ноги вот этих облаков ну поскольку там это красиво то почему бы этим не воспользоваться вот эти ножки поспускать ой смотри какое небо при чем они ты видишь вялые и весь акцент все-таки сюда да пушистенько пушистенько на края не делаю только бледно весь акцент сюда хороший там звук обнаружила но натоптала его как дрозофила которая спасала ноги завязнув вот он надо привыкнуть что у камня мышь вот только здесь обсудил эту идею и ты все равно там титититит а я смотрю есть как бы там на камне тоже сеть ум вот 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 просчиталась ты в направленностях на Врухово. Вот здесь вот такой спуск, вот такой, по этой траектории. Вот по этой. Вот здесь вот такой спуск, вот такой, по этой траектории. Слушай, какая приятная прозрачность у скал. Какое-то такое драгоценное звучание. Это вот этот, да? Угу. 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 Вот так. Насколько сформировалась именно рукотворный характер письма, вот прямо видно, что художник и резал так, и густую краску где-то, и в то же время очень естественно всё, нет каких-то слишком условных проявлений рисунка. Вот даже здесь оставили, хотя ж ну совсем на храпом, а звучит, и мы бережём, да. Красиво. Наверняка в интернете появятся и будут её художники копировать для вернисажа. Хорошая синечка вот там, каких-то камней тоже можно их чуть-чуть обозначить. Всё время страшно, потому что уже здесь есть эта краска вся, и поэтому думаешь, а, сейчас ты туда влезешь и испертишь всё. Хорошие камушки поставила, но может быть ещё насадить. Чтоб целая стайка. Там другая конфигурация. Смотри, там другая конфигурация. Да, и он светлый. Я его подставляю сюда, несмотря на то, что он где-то здесь, потому что здесь он выгодно сидит. И вот эти вот струны, струны перебоя. Вот берег меня немножко смущает, потому что он в стиле больше христианизма, да, вот такими мазками сделан. Не боюсь. Там этого нет, ну посмотри, ну прикольно прозвучала некоторая светлость. Да? Да. Хорошо села светлость. Угу, угу. Тоже это вот нечаянно произошло, попробовал светленький, даже нечаянно влез светленький. Ух ты! Прозвучало. Красиво. Делаем. Так, если вы, если вы, если вы, я буду смотреть. Да не нужно. Да уже недолго осталось. Да? Ладно, я говорю. Пожалуйста, быстрее я закончу. А то не оторваться. Это вот эта вот, да? Дорожка засвеченности. Даже, ты видишь, с преувеличенной розовизной. Она получилась такой вот, как мне нравится. Здесь она более холодная, а она более теплая. Кажется, нужно школу открывать. Так и так практически есть. Это что не школа это? У нас по выходным только. Почему? Есть уже и по будням, да. В четверг будет ближайший. То есть в недели, когда я в Москве, а их уже две, а не одна. В вечером, да? В четверги, да. В четверги и в среду. Только в этот четверг будет, а в среду не будет. А на прошлой неделе было и в среду. Немножко эта же розовиночка мигнет у нас и там. Чуть водичка намочит камни. Вот, смотри, как намочила. Хорошо. Разные сразу цвета. Интересно. И теперь это все перерубим пеночкой. Все перерубим пеночкой. Тоже в поиске нахожусь, чтобы оно прозвучало. Не обязательно в данном случае все подряд срисовывать, что-то надо просто сделать прозвучавшим. Березаток отлучился. Белые темные и сомные скалы, это какие сюда смешивались? А, ну, темная зелень какая-то. И коричневый, и желтый. И вот с той стороны тоже оскалу бьется беличок. И он ту даль обозначил. О, так лучше как-то. Так же. Знаешь, как ты можешь поступить? Сейчас взять новый холстичек И просто все тоже Попытаться самой повторить Во всяком случае Будешь хоть какой-то контроль иметь Согласна? Ну, чтобы не портить уже здесь ничего Потому что здесь как-то так все состоялось Красивенько, быстренько Уже некоторые вещи Это творческая удача Не все вещи здесь были предугаданы Некоторые просто удача Тоже чуть-чуть взять И присыпать Присыпать Рыхлятиной Кистевой И ритмом этим Лежачим ритмом Ну что, двух купальщиц осталось Пририсовать? Или не надо? Не знаю даже Я-то их точно люблю Возьмите на трех На трех На троих Соображаем Как прямо море в море Хочется посидеть Это закат? Или восход? Нет, это не восход И, наверное, и не закат День, что это Ближе к вечеру Похоже, если розовые горы Бывают ли они? Сразу красный контраст Красиво Красиво Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Ну, не знаю, вот что-то такое, да? Да, спасибо. Два рыжих пятнышечка.